Книга Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» является одной из самых эффективных книг о человеческих взаимоотношениях. Если вы хотите построить отношения с людьми или же улучшить свои лидерские качества, то обязательно прочитайте данную книгу. Несмотря на то, что книга была написана в 1937 году, она актуальна и применяема даже спустя 80 лет. Вот почему она одна из самых продаваемых книг по сей день. Хотим представить вам 5 золотых правил, изложенных в данной книге. Большинство людей любят говорить о себе. Каждому человеку дорого его прошлое, достижения, способности, хобби и другое. Ведь каждый человек является главным актером в своем жизненном кино. Карнеги же утверждает, что если вы хотите быть эффективными и завоевать уважение и любовь вашего собеседника, то вы должны искренне интересоваться людьми, задавать им вопросы, а также создавать условия для того, чтобы люди больше говорили о себе. Одновременно очень важно быть хорошим слушателем. Хорошими собеседниками для людей являются не те, кто много говорит о себе, а те, кто умеет внимательно слушать и искренне интересоваться другими. Раньше я этого не учитывал и всегда с нетерпением ждал, дабы поговорить с кем-то о собственных интересах. Когда мой собеседник говорил об интересующих его вещах, я ждал, когда он закончит, чтобы перейти на свои собственные темы. Тысячи, миллионы людей ведут себя так же. Давайте рассмотрим это на примере. Представим, что это Андрей. Он увлекается футболом, просмотром кинопильмов и игрой на гитаре. Андрею нравится девушка по имени Таня, и он хотел бы взаимности. Таня же увлекается игрой на скрипке, теннисом и компьютерными играми. Конечно же, Андрею, как и многим из нас, нравится, когда ему есть с кем поговорить о том, что интересно ему. Каждый раз, когда Таня говорит о своих увлечениях, Андрей никак не реагирует, а только ждет скорейшего завершения разговора, дабы перейти на собственные темы. Таня постепенно понимает, что ей неинтересно общаться с Андреем, и таким образом она от него отдаляется. А теперь представим, что Андрей будет внимательно слушать Таню, поддерживать разговор и говорить больше не о своих увлечениях, а об интересах своего собеседника. Если бы Таня рассказывала о скрипке, он задавал бы вопросы, тем самым показывая, как ему это интересно. И тогда Таня будет чувствовать себя счастливее, и у нее создастся впечатление, что ей очень хорошо с Андреем, и у нее будут к нему определенно позитивные эмоции. Так же будет хорошо и Андрею, ведь он не только узнает что-то новое, но и расположит к себе Таню. Итак, исходя из этого примера, можно сделать вывод. Искренне интересуйтесь людьми и создавайте возможность для того, чтобы они делились с вами собственными интересами и переживаниями. Второй совет Карнеги гласит. Если вы хотите, чтобы другие люди что-то для вас сделали, думайте в первую очередь не о той выгоде, которую вы получите, а о том, какую пользу это принесет тем людям. Например, мы поставили перед собой цель набрать тысячу подписчиков за один месяц на нашем YouTube-канале. И теперь, если я вас попрошу присоединиться к нашему каналу только потому, что мы поставили перед собой такую цель, то вряд ли мы вас этим заинтересуем. Потому что никого особо не волнует выгода, которую получат другие. Однако, если мы принесем вам пользу этим видео, сможем изменить вашу жизнь хоть на чуточку в лучшую сторону и скажем в конце фразу «Если вы хотите видеть побольше таких видео на нашем YouTube-канале, то нажмите на subscribe или подписаться», то мы сможем вас заинтересовать и это будет более эффективно. Ведь этим я указываю не на собственную цель, а пытаюсь создать для вас возможность саморазвития благодаря своим видео, что входит в сферу ваших интересов. Карнеги приводит очень хороший пример по этому поводу. Он говорит «Если мы идем ловить рыбу, то мы цепляем червячка на крючок, потому что мы знаем, что рыбе нравятся червячки и она их съест. А если же мы нацепим на крючок ваш любимый торт, то рыба просто не попадет на крючок и мы не сможем ее поймать». Вывод – всегда учитывайте интересы других людей. Третий важнейший совет Карнеги – подчеркивайте положительные качества других людей, всегда говорите им об этом и заставьте их почувствовать себя важными. Чувство собственной важности является одной из мотивирующих и жизненно необходимых чувств на свете. Например, представим, что у вас есть знакомый, умеющий играть на гитаре, а вы хотите этому научиться. Если вы скажете своему знакомому «Мне очень нравится гитара, не мог бы ты меня научить играть на ней», то он скорее всего согласится и попробует вас чему-либо научить, однако будет думать о нехватке времени и придет к выводу, что если вы хотите обучиться игре, вам стоит обратиться к учителю. Если данная ситуация будет продолжаться, то он выскажет вам это или же будет думать о том, какой вы наглый человек, не ценящий его время. И так вы не достигнете поставленной цели. Но если вы подчеркнете человеку, что вам очень нравится его исполнение на гитаре, и чтобы вы хотели, чтобы именно этот человек вас этому обучал, а также если вы проявите уважение ко времени человека, например, предложив ему заучение что-нибудь взамен, вполне вероятно, что ваш знакомый ничего не потребовал взамен и от всей души научит вас игре. В итоге он осознает собственную важность, а вы, выиграв в данном случае, научитесь играть на гитаре. Четвертый совет Дейла Карнеги связан с критикой. Он гласит, никогда не критикуйте людей, а также не используйте выражение типа, твоя мысль неверна, ты неправильно поступаешь. Если вы будете использовать данные выражения, то это приведет к тому, что окружающие люди начнут от вас отдаляться. Потому что как только человек слышит такое, он занимает позицию самозащиты и пытается доказать вам обратное, даже не думая о ваших аргументах. И так он будет все больше убеждаться в правоте своих мыслей и действий. Проявив чувство эмпатии, постарайтесь поставить себя на место другого человека и поразмыслите, почему человек так поступает или почему такая мысль промелькнула у него в голове. Таким образом, другой человек видит ваше стремление понять его и аналогично пытается проявить понимание по отношению к вам, также склоняется к выполнению вашей просьбы. Например, вы являетесь свидетелем того, что ваш ребенок не занимается. Если вы начнете говорить ему, как тебе не стыдно, почему ты не учишься, мне стыдно за тебя, бери пример соседского ребенка. Он отличник, а теперь посмотри на себя, глупый. То вы добьетесь того, что ребенок возенавидит как уроки, так и вас. Потому что он будет унижен из-за уроков и будет чувствовать себя никчемным и непослушным. Придет время, ваш ребенок начнет вас обманывать, дабы возвыситься в ваших глазах, а на самом деле его успеваемость будет ухудшаться и ухудшаться. Карнеги утверждает, что вы должны рассказать в первую очередь о собственных ошибках и подметить то, что когда-то вы были таким же. Далее вы должны рассказать о том, как смогли исправить свои ошибки и объяснить, почему ребенок должен также исправить свои. Если вы последуете данному правилу и сможете сопоставить личный опыт с опытом вашего ребенка, вы добьетесь положительного результата. Поэтому, если вы скажете своему ребенку, знаешь, сынок, когда я учился в школе, то я ненавидел делать уроки. Я категорически не хотел заниматься, так как мне было интересно играть, гулять, шутить с друзьями, нежели учиться. Я понимаю, что учиться неинтересно. Я даже не верю в то, что можно это делать с большой охотой. Поэтому я прекрасно тебя понимаю. Однако, спустя определенное количество времени, я понял свою ошибку. Ох, если бы кто-нибудь тогда указал мне на свои ошибки раньше, я бы тогда заставлял себя учиться. Я хотел быть врачом, однако я не смог поступить на медицинский и пришлось учиться на повара. Я не утверждаю, что повар это плохая профессия, но она мне категорически не нравится и на данный момент мне приходится работать в этой сфере, чтобы прокормить вас. В свое время, ввиду того, что я не смог заставить себя проучиться 11 лет, мне придется работать лет 50 на нелюбимой работе. Если ты не хочешь, чтобы с тобой приключилось подобное, реши для себя, будешь ли ты сейчас заниматься или нет. После таких слов, как минимум, ваш ребенок осознает, что вы его понимаете и что вы оказываете ему поддержку. Пятое правило гласит, если вы допустили ошибку, то признайте ее, а также проявите эмпатию по отношению к другим людям. Например, в свое время у меня был ресторан и один из моих кассиров пробил на кассе 400 евро вместо 40. Ввиду ошибки нам пришлось оплатить налог больше полагающегося в 10 раз и, безусловно, ситуация была не из лучших. Когда я узнал об этом, то очень сильно разозлился и пошел разбираться с кассиром. Как только работник увидел меня, не предоставив мне возможности, он начал. Да, я понимаю, я совершил большую ошибку. Не знаю, куда деться стыда. Я в курсе, что проявил безответственность. Я очень некомпетентен. Пожалуйста, урежьте мою зарплату, а затем увольте меня. Что бы вы ни делали, вы будете правы. Так